Приветствую вас. Я думаю, что хорошим ответом на ваш вопрос было бы начало анализа вашего в целом психофагического состояния и в целом вашего знания какого-то относительно самой себя, относительно того, чего вам хотелось бы именно самой. Именно того, что вам важно, что именно вам хочется и так далее. То есть такие моменты, мне кажется, имели бы смысл обратить вам ваше внимание как минимум, потому что это достаточно важный аспект такой. Вот. Значит, ваша дочь вас не слушает, на мой взгляд, на вас не слушает. Не просто так, на мой взгляд, на вас не слушает. Не слушает. Потому что ей это комфортно, ей это выгодно, ей это удобно, вас не слушает. И она имеет с этого определенную выгоду. Она имеет с того, что вас не слушает. Какую выгоду? Спросите вы. Это хороший, как мне кажется, вопрос. Какую выгоду человек имеет? Ааа. Известую. Известую. Если вас не слушает, если вас не слушают. Ну, не слушает, не слушает. Эфф, уж ладно. Вот. Аа. Это, конечно, очень интересный момент. Как мне кажется. Какую выгоду человек имеет? Ну, начать, наверное, нужно было бы в первую очередь того, что вероятнее всего ребенок таким образом привлекает внимание, ну, ваше внимание, к себе споры с вами, вот, и так далее, ну, как мне это кажется, как мне это видится. То есть это вот такая попытка привлечь ваше внимание к себе, потому что если вы будете делать, если она, точнее она не вы, а она, если она будет делать то, что вы хотите, то по сути, что будет. Да ничего, ничего не будет, по сути, просто она не будет получать от вас, ну, по ее мнению никакого, никакого вообще, внимания. Так, когда вы ее контролируете, когда вы ее принуждаете к, ну, каким-то, каким-то вещам, да, вот, она чувствует, что, ну, что она смертная, она чувствует, что вы, ну, обращаете на нее внимание, как бы, чувствует, что нужна вам, вот, она чувствует, что вы проявляете к ней чувства, вот, и довольно искренне, наверное, как ей, как ей, как ей кажется. То есть дети, это не те, а, вещества, которые будут делать что-то без причин, потому что мне тоже важно понимать. И если ребенок делает то, что-то он делает, значит он кто-то с этого получит. Получает вопрос заключается в том, что именно. Ну, в общем, в случае, ребенок, как мне кажется, получает именно, именно, вот, только внимание о проявлении любви, как ей может казаться, именно ей, вот. Не обязательно, что это, ну, не обязательно, что она, там, права на сто процентов. Вот она может быть, в принципе, не права, она может, в принципе, вообще, там, условно говоря, не знать, да, вот, не знать, как, там, обстоят дела, она вообще может не знать, допустим, ну, чего она хочет и так далее, да. Ну, как бы, в данном случае, вот, она получает то, что хочет и, в принципе, этого достаточно для нее, как бы, вот. Отсюда такое поведение, да, что, то есть, как бы, ну, такое поведение, вот, вам, ну, совсем понятно, да, совсем, как бы, такое удобное, ну, там, момент здесь в том, что, когда у вас, ну, выводишь из зоны комфорта, вы начинаете обращать внимание на рыбинок, к сожалению. Вот она это очень быстро, ээээ, раскусила, раскусила, да, и она сейчас вот теперь этим пользуется. Ну, теперь так вот действует. Вот. У этого есть, конечно, и другая страна. Довольно негативная страна, она заключается в том, что ребёнок отличается вообще, эээ, ну, словно говоря, личной ответственности, так как бы. То есть, как бы, ну, она привыкает, там, условно, к тому, что у всегда подскажете, то есть человек не боится, значит, ну, совершать какие-то действия, да, наверное, так, 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 правильно сказать. Вот. И, конечно, страны тронет хорошо, что не боится, потому что, ну, страх, он, как бы, не помогал еще никому, да, вот. Ага. С другой стороны, человек привыкает, что всегда есть кто-то, кто его поддержит, человек привыкает к тому, что всегда есть кто-то, ага, ну, всегда есть кто-то, на кого можно положиться, вот, и, на мой взгляд, это не очень хорошо. Вот. Ну, вот это, в принципе, наверное, то, что я хотел рассказать вам. Необходимо все-таки обучать отношения с ребенком на других основаниях, вот, не на основаниях принесения контроля, а, ну, на мой взгляд, на более таких эмоциональных, на более свободных, на более взрослых, зрелых, потому что контроль это не зрелость, а, вот. Ну, то есть, вот, кто бы что ни говорил, да, условно говоря, контроль это не зрелость, контроль это, ну, это не про зрелость, но больше, вот, контроль это, как бы сказать так, контроль это даже не зрелость, да, даже не зрелость, только немножко под другим, ну, под другим соусом, вот, как бы, ну, с другой, с другой стороны, так, я бы сказал, вот, что так, как и контроль. Вот, поэтому, я думаю, что, может быть, вы привыкли контролировать человека, может быть, вы привыкли, значит, ну, привыкли контролировать, вот, ну, это не означает, что с этим видом добиваетесь своего, да, то есть это означает только лишь, что, ну, вот, в какой-то степени вы настраиваете, там, условно, против себя, ребенка, например, вот, поэтому решать, конечно, вам, и как поступает, решать тоже вам, вот, ну, я могу сказать, что, ну, вот, если она не почистила зубы, ну, вот, что будет, если, например, вы говорите, значит, ребенок не почистил зубы, ну, то есть, что будет, если она не почистит зубы, ну, вот, она не почистила зубы, Что будет, если она этого не сделает, что произойдет, в этом случае что случится. Я думаю, что было бы очень здорово, если бы вы ответили на эту вопрос. Да, можно назвать такие малоприятные вещи, как сменение дыхания в негативную сторону, боли в зубах и прочее-прочее. Здесь, ну, с вами, я бы сказал, достаточно сложно, в общем-то, не согласиться. То есть это действительно так, действительно правда. Ну, ну. Ну. А дальше? Так вот, ну, а дальше? Дальше? Что дальше? Что дальше? Ну, значит, они хотят, к примеру, общаться с людьми. Допустим. Допустим. Вот. Она это чувствует, она это понимает, она это замечает, она не может этого не замечать. Вот. И волей-волей ей захочется что-то менять в твою жизнь. Вот. Она это будет делать сама. То же самое, на мой взгляд, можно отнести и к вопросу заболеваемости зубов, да? Например. Ну, то есть, можно сказать, что волей-волей ребенка это, ну, совсем, конечно, прям его собственная проблема, да? Ну, это то, к чему ребенок сам сознательно пришел. И если, если это показать, если это показать ребенку, если дать ему понять, что вот ты пришел там к чему-то, условно говоря, да, и там, грубо говоря, ну, не помогать ему просто. Вот. Например. Ну, согласитесь, это уже будет что-то. Уже будет совсем не то же самое. Вот. Ну, как мне так кажется. То есть, необходимо, необходимо учить ответственность для человека, вместе с тем, выращать здоровое, естественно, человеческое отношение, отношение к его тем или иным действиям, к его тем или иным поступкам, словам. Вот. Чтобы человек учился, чтобы человек учился видеть, что вот какие-то вещи болезненные, какие-то вещи неприятные, вот, какие-то вещи там, не знаю, все, там, ну, тяжелые для других людей и так далее. А контроль, вот, что важно понимать. Контроль, он все эти грани стирает. Контроль, он просто демонстрирует, я бы сказал, он просто демонстрирует человека, знаете, вот, ну, как, как, он просто демонстрирует человека, как, ну, в какой-то степени робота, что ли. Я бы, я бы так сказал, наверное. Вот. Вот. И ребенок, он, он, как бы, ну, он, вот, привыкает думать, что, привыкает думать, что его родители-то робот, который, вот, по сути, да, ну, по сути, ничего не чувствует, ничего не не ощущает, да, кто-то, который, вот, ну, грубо-грубо говоря, который, не знаю, стыкотит только к контролю, вот. Вот. И все. И больше, больше ничего. Вот. Ну, мне кажется, эта повисция над ребенком, она притикает, вероятно, из определенного, ну, из определенного, может быть, страха перед, ну, перед, перед близостью, вот, страха перед сближением, вот, страха оказаться беспомощным перед ребенком, вот, страхом потерять, там, я не знаю, может быть, свой авторитет, ну, что-то вроде авторитета, да, вот. И так далее. То есть, мне, вот, ну, мне больше, мне больше кажется, такая история, такая, такой, больше кажется, такая история, честно говоря. Вот. Хотя, да, ну, не знаю, я не претендую на истину, а вот, не в последнем смысле, вот, здесь, вот, я просто хочу обратить ваше внимание, вот, на те вещи, которые могут иметь значение для вас и ваших отношений с ребенком. А вот, кстати, вы не написали, сколько ребенку лет, но это, очень, вообще-то, важный аспект, потому что, ну, от того, сколько ребенку лет, это многое зависит, условно говоря, если ребенок подросток, это одно, а если ребенок, ну, там, соответственно, ну, младший дошкольник, это немножко другое, если ребенок, там, соответственно, старший дошкольник, то это, совсем, как бы, ну, совсем, ну, совсем другое, вот. Вот. Поэтому, вот, тут мне кажется, вот, важно понять, сколько лет ребенку. Малышу, да, сколько лет ребенку, вот, и, значит, ну, понятно, вот, какие проблемы у ребенка есть, вот, на, на, ну, на данном этапе, вот. Потому что, ну, вот, так, когда, когда вы говорите так, когда вы это описываете, вот, я бы сказал, что это все очень общие, просто очень общие, и, я бы сказал, ну, что большой есть риск, большой риск есть, ошибиться, вот, поэтому, ну, ошибаться, как бы, не хочется, да, вот, я думаю, вы это, при понимаете сами, вот, поэтому, давайте постараемся максимально, как-то, вот, подробно изучить этот аспект, вот, и постараемся, чтобы, ну, максимально, полно понять, что из тебя представляет ваши проблемы с ребенком, ну, то есть, вот, что конкретно тебя представляет ваши проблемы с ребенком. есть, на самом деле, на самом деле, есть, ну, довольно, довольно много, значит, литературы, но этот, ну, по этому примеру, есть, например, есть книжки, например, Юлия Борисовна, Гиппенритер, общаться с ребенком, как, вот, очень хорошая книга, которую вы можете почитать, там, приводится много таких, таких вот, я бы сказал, ну, практических рекомендаций, вот, по взаимодействию с ребенком, вот, есть еще одна книга, как книга этого же, афратора, вот, да, у которой, у которой, у которой похожее название, ну, то есть там, я позабыл сейчас, но похожее название. Все это, в принципе, находится, но, повторюсь, второй контроль, это желание себя защитить, это перенос на ребенка того, что в какой-то степени важно именно вам, и мне кажется, необходимо решить ваши проблемы, вот, перенести фокус своего внимания ребенка на себя, вот, и чтобы ребенок увидел, как это здорово, когда человек себя любит, как это здорово, когда его мама себя любит, вот, а мы вам в этом поможем. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был полезен, я надеюсь, что он сформулирует у вас обратную связь, которая служит началом для психотерапии. Субтитры создавал DimaTorzok